Лайкайте. Зараспространите ролик. Погнали дальше. Шторонька. Сейчас Польшу выберем. С Польшей я еще не общался. Это прям, блин, страшновато немного даже. Здрасте. Чего? Здорово. Как дела? Нормально. У вас-ка? Супер. О чем хотите поговорить? Я ни о чем. А зачем сидите в чат-рулетке? Вы стример? Да. Ютуб-канал? Или Твич? Не, не Твич. А зачем вам? Зайти просто. Не, я собеседником не рекламирую свой канал без авиации. Ну, пожалуйста. Нет, что-то ребенок и какой-то... Не вызывает доверия. Здравствуйте. Здравствуйте. О чем хотите поговорить? Да, не знаю. Гражданином России. Ну да. И так все знаю. Но может... О, вы все знаете про Россию? Ну, я знаю, что там все нормально, все в шоколаде. Это да. Мне чаще всего говорят, что у нас все очень плохо. Не, глупый. Это ты общался с хохлами. Расскажите тогда о себе, из какого вы города и, ну, почему у вас такое мнение, а не к тому, к чему мы привыкли уже. К чему привыкли? Ну, сейчас мы разговаривали с гражданином Украины. Так. Живущим в Польше. Так. Ну, вот. Ну, вот, граждане Украины и даже, которые живут сейчас в Польше, но особенно, которые живут сейчас на территории Украины, они прям очень агрессивно настроены. Каждый, там, третий точно норовит рассказать, что у нас тут вообще ничего нет, что у нас все дороги в хлам, что у нас тут мордор и тоталитаризм. Почему так происходит? Новости какие смотрим? Новости какие смотрим? Ну, они смотрят, наверное, украинские. Украинские или европейские? Они смотрят украинские 90% и, наверное, процентов 10 европейских. Ну, мы не будем брать, там, первый российский канал, там. Ну, это трэш. Это не... даже мы его не смотрим. Нафиг надо. Ну, для общего развития иногда так можно. Угу. Зайдите просто в интернет и посмотрите вообще, вот, ну, блин, просто тупо YouTube. Я как раз только YouTube и смотрю. Ну, как бы люди... Вы посмотрите, что вообще происходит в мире. Трэш? Где? Где? Я что-то вот сейчас, если не ошибаюсь, 11 пакет будет санкций, да? Да, да. Ну, я что-то смотрю, что-то эти санкции вообще. Какие? Что ты мелишь? Какие? Иди ты, бороди ты. На полном серьезе, знаешь? Я вот улыбаю лицо. Я здесь в Польше 4 года. Я помню, как я заехал, сколько было зарплата, сколько денежек, что-что-что стоило. Стоило, и сейчас его за 4 года, вот. Такое ощущение, что санкции работают не против России, да? Я тебе скажу так, что у меня такое впечатление, что Польша делает то же самое, что и Украина. Вот они вот кричат там, Америка пола дусе, знаешь, и вот они вот дальше, дальше, дальше вот вылезают. Мне самому интересно, чем это закончится. А вы изнутри Польши хотите это пронаблюдать или планируете куда-то уехать дальше? Не, не, дальше я не поеду. Дальше нет. Не боитесь, что что-то рванет в Польше? Ну, в переносном смысле. Да кому это Польше нужны, господи, они голодранцы на полном серьезе? Ну, а сейчас вот... Это тупая констатация факта. Они голодранцы. У них вообще ничего нет. А сейчас говорят, что много, ну вот, в частности, там, автопроизводителей из Германии, они свои производства в Польшу перевозят. В Польшу? Я не слышал. Я слышал, что вот именно с Европы все, наоборот, текают на Америку. Это да, это вот последние события, ну, несколько лет последних, вроде как, в Польше очень много автозаводов стало появляться. Ну, очень много, не очень много, но вот Германия стала перевозить туда, потому что дешевле. Ну, возможно, возможно. Возможно, я как бы за всей информацией не свяжу, но я просто вот на уровне обывателя могу тебе сказать, что стало гораздо хуже. Я просто не то, что, ну как, не то, что хуже. Я как бы этого не ощущаю, потому что, допустим, это еще до всего этого рок-н-ролла, когда вот 24-го числа началось. Это вот ноябрь уже там краник прикрутили, то закрыли, то еще что-то, и вот поляки начали возмещаться, что тонна угля, я просто с ними выходил на перекур, там разговаривал, и говорят, тонна угля стоит 900 долларов при зарплате в 1000 долларов. Ну, чтобы ты понимал, надо купить. Я говорю, джентльмены, вы понимаете, что, ну, я по-польски, вы понимаете, что скоро вам дешевле будет топить кокаином, чем углем? А, ничего. Ну, как, немая сцена. Слушайте, если не секрет, а вы в какой отрасли трудитесь? Ну, то есть, чтобы понимать этот взгляд, как бы, пролетария или кого-то другого? Не, это самое, металлопластиковый окно. Ну, достаточно такая, обычная, скажем так, профессия. Ну, блин, обычный работник. Я прямо скажу, вы выглядите как такой, как то ли киноактер, то ли продюсер, что-то вот из творческой такой штуки, или рок-н-ролльщик-музыкант. Не, ну, как бы, ну, вот, блин, такой типаж, скажем так. Понял, понял. Такой типаж. Ну, нормальный человек, нормальный украинец, нормальный, блин, я считаю. Хотя, знаешь, у меня не, вот, иногда я себя как-то поймал на мысли, что помнишь этот фильм «От заката до рассвета»? Ну, конечно. Когда вот они в баре, вот тот бармен кричал, «Да никому ничего я не маячил!» Помнишь, когда он заряжает револьвер и кричит, «Да не псих я!» Вот у меня вот иногда вот просто, знаешь, хочется сказать, что, сука, да не псих я. Я нормальный, блядь, человек, у меня нормальные мозги, он как у нормального украинца, которые понимают, что, блядь, с 92-го года в говно страну. В 14-м году, сука, пидорасы натворили такой хуйни, что это разгребется через лет 50 в лучшем случае. Я когда с хохлами общаюсь, я их спрашиваю просто об одном. Вы, пидорасы, понимаете, что вы, сука, в 14-м году натворили? Катализатором каких действий вы стали? Я здесь в общежитии с 13-ю хохлами живу. Они меня ненавидят. Они меня ненавидят просто, блядь, я чувствую это фибрами своей души, как они меня ненавидят за мою правду. А предъявить ничего не могут, потому что по фактам, да? Я час назад разговаривал с человеком с Украины. Он с Украины, и я с Украины. Но просто, когда карты все раскрылись, он резко переключился на украинский. Я говорю, ты подсдурной. Разговаривай на том языке, на котором ты быстрее соображаешь. Ты же на украинском языке, у тебя начинают платы гореть. Он пока просто вот именно сформулирует ответ на украинском. Ну, просто видно. Да-да-да, это очень частое явление. Разговаривал, разговаривал с ним, потратил 40 минут. На полном серьезе. Я переключился, я переключился. Может, я не знаю, где-то там всплывет этот ролик с его стороны. Я переключился, потому что мне на полном серьезе стало скучно. Я не великий там политик и не историк, но элементарные какие-то там... Да на бытовом уровне, да, это проявляется, я с вами согласен. Такие же эмоции. Просто мне интересно уже самому было, что это гребаные минские соглашения. Я просто вот именно для общего развития их прочитал. Чтобы уже понимать, о чем разговор, чтобы вот уже... И то я по нему... Ну да, там все просто. Там черным по белому написано. Просто элементарно, возьмите хотя бы то уже, прочитайте. А сейчас это переворачивается с ног на голову, какие-то вещи замалчиваются, и все, и выглядит это совершенно по-другому, да. Есть такое. Да, да все переворачивается, все с ног на голову. Слушайте, вопрос. Я прошу прощения, я веду запись. С вами ролик можно выкладывать или нет? Или может, ну, шторкой закрыть? Закрой шторкой. Ну, можно, да, выложить? Да, выложи, выложи. Пусть я вот объясню вообще, почему у меня стоит Россия. Во-первых, голод общения. На русском языке это... Ух! Это да, это есть эта тема. Когда вокруг тебя поляки и хохлы, это да, это о чем-то говорит. И плюс еще найти вот людей с нормальным мировоззрением, с нормальным пониманием дела. Что происходит, как происходит. Да, слушайте, сейчас в дефиците даже просто обычное человеческое общение, чтобы поговорить, и чтобы тебя не обосрали и не послали куда-нибудь в первые две минуты. Блин, я вчера моральное удовольствие получил, когда меня нахуй послали. Серьезно. Я так горд стал. Когда мне сказали, да пошел ты вслед русскому кораблю. Я такой, спасибо. Значит, я все делаю правильно. Значит, у меня все нормально. Ну да, когда у противника, оппонента, когда подгорает, значит, да, значит, он проигрывает. Они, они, они вообще ничего не знают. У них пройдет. Не то, что. Ни истории. У них ничего нету. Ни истории, ни земли, ни веры. Блин, галадранцы. Ну реально, ну пустил бомжа переночевать, сука. Он засрал всю квартиру. Ну вот, блин. Ну подожди. Да по-моему, Сереги, смешно. Ну да. Вот ты посмотри вот эту вот историю. Ну тут. Так не одна. Таких историй уже много было. Это территория, территория вот Украины. Там постоянно какой-то геморрой. Вот видно. Там же своего ничего нету. Все слава и величие Украины, это вот, либо в составе Российской империи, либо в составе Советского Союза. Как саму? Ну вот 30 лет, что? Ну и где? Ладно, я эти 30 лет не берем, а до этого что? Вообще непонятно там что, какая история, кто там руководил, что этот пирог, как там его краили, блин. Там вообще это недоразумение какое-то. Пришли русские, навели порядок, ну как обычно. Но не понравилось плохо, когда порядок, это нехорошо. Да-да, напрягает, да, людей. Начинает возмущаться. Ну ничего страшного. Все поменяется. Нефиг было медведя будить. Лазил он себе там в лесу, ел ягоды. Что он там себе делал? Что вы в него палками кидали? Вот нафиг оно вам надо? По факту. Спасибо за беседу, очень интересно. Я только на Польшу переключил, вы, по-моему, первые попались. Очень круто. Спасибо. Блин, ладно, давай. Сперва маем. Давай. До свидания. Еще и Джамбо в конце показал. Какой-то непростой, мне кажется, это украинец. Ну, не знаю, даже если это, типа, человек, ну, типа, шпион, там, не знаю, российский или что-то еще. Но все равно четко разложил по полкам свое мнение. Так, что у нас тут?